ух прокачу здравствуйте глубоко уважаемые любители летных видов спорта посмотрите как мы входим в волну на рассвете то есть как классический ход мы сейчас под облаком роторным впереди гора опотор дует с нее 42 километра в час ветер и мы тут рубимся в роторах пытаемся выскочить вверх то есть для этого нам нужно выскочить выше этого облака которая подсветилась розовым это вполне реально сделать это с 5 метров в секунду до вариометре ой как красиво настоящий боевой ход волну ветер дует вот от этой горы на которую он показываю крылом соответственно дальше он падает вниз видите облака которые оттуда летят они мгновенно тают там получается что воздух опускается вниз разогревается на трем-то раз уже рассказывал и о рассвет кстати то это дальше идет отскок здесь классическое роторное облако по которому мы определили что с утра будет утро будет добрым и будет атмосферная волна ведь как это волшебно попробую ролик опубликовать и луна кстати есть вон сверху попробую ролик опубликовать прямо с неба сейчас вот снизимся потом как-нибудь где связь получше и залью будет классический ролик загружена с неба фонарь грязная домыть солнышко хорошо видно устойчивый подъем кстати 6 2 метра в секунду да это немало сейчас одно из красивейших явлений будет можно врезаться в облаке в собственную тень она должна зажечься на облаке солнце уже должно отбрасывать и да тень зажглась на жиденько жиденько такая сейчас немножко попозже будет поярче вода на тень вот не летим об и в нее так вам очень конечно красивые вот эти вот облака все это все как океан кипит облако который кстати сзади его сдуло это ротор выплюнул новая свеженькая некоторые ученики путаются привязываются к этому облаку начинают идем двигаться постоянно но и соответствовал у теряют сейчас видно даже как это облако вращается верхушечка крутится в данном случае если вот так рим-трем что и логично на фоне солнышком зашедшего а гора которая осталась сзади ну собственно блока ночи срастает его сдует и но исчезнет котел энергии все просто кипит обожаю такие полеты по утрам встали вот пять часов утра рассвет у нас 6 поэтому мы за полчаса до рассвета 530 взлетели ну потихонечку выбрались вот собственно рассвет встречаем в небе и делимся с вами вот этими потрясающими видами но согласитесь она того стоит а этот я за вам шоке очень удачно очень удачно получилось очень красиво и тогда конечно когда просыпаешься в 5 утра думаешь да ну в пень да ну так как вот поспать бы немножечко потом думаешь ну ты же каждый день спишь ты трыхнешь как сурок там до 9 часов утра до 8 ну когда не монтируешь когда монтируешь тоже в 5 встаешь и монтируешь когда еще монтируют ролики или вот таких безмонтажные грузить вот и так наступил на горло собственному сну и отправился просыпаться в небо ну я думаю что она того стоит напишите в комментариях вы бы на моем месте спали бы спокойненько наслаждаясь теплый передай или все-таки или все-таки полетели бы а влад вот и чтобы сделал полетел когда-то понятно вот мы выбрались уже на высоту 2 600 сильно выше облаков какой план у нас на текущий день набрать 5 800 наконец-то при кислороде он баллон заправили полный поэтому сможем сегодня на полную высоту 5 800 который нам здесь разрешено без заявок без диспетчеров просто вот так взлетел и полетел свободный мир свободная страна свободные люди счастливые и у меня недавно был друзья спор с людьми которые вы знаете бывает когда что-то с вами происходит вот такой вот такой не очень может быть хорошая ну вот вам кажется ночью я вот буду из-за этого расстраиваться я попробует оправдать это может быть не хорошо но вот ну о чем не париться вот зато мне не сложно но и вот я взлетаем вот так 5 утра 1 никакой заявки просто в рацию сказал нам что взлетаешь то что вдруг кто-то еще взлетает рядышками на посадку заходит что возможно взлетаешь и родом не регулируется и заявку подавать не надо и вот мне там это адепты а чё тебе сложно подать заявку за полчаса заполнить пару бумажек отправить их какой-то там зачем зачем если это делать не нужно ну вот нас это не парит не парят не парит считать что и для вас все это хорошо а где делать не надо поэтому конечно я немножечко такими людьми посмеиваюсь то есть это знаете бывает стандгольский синдром когда так сказать есть там какой-нибудь например насильник который жертву ну там допустим изнасиловал и потом его там ловят там еще что то но так как жертва постоянно под страхом смерти то она привязывается к самому насильнику он же ее не убил конце-то концов он же вроде как в этом случае хороший ну там капельку изнасиловал вот и соответственно оправдывает его действия научный факт изучены явления поэтому мне кажется даже не оправдывает дебильные вещи такие как например в пространстве больше такое пространство гольф это то в котором как раз оно определено что это пространство в котором пилоты летает не подавая флаг план полета чтобы ты вот взял и полетел используя правила визуальных полетов то есть мы сейчас смотрим вокруг соответственно я и мой ученик активно смотрим чтобы не было никого другого но таких придурков немного аэродром виспит еще это мы традиционно волне с утра и вот это правило визуальных полетов позволяет не отвлекаться на какой-то радиобмен ненужный там не знаю кто-то откуда-то летит вот самое самое прикольное что бывает на аэродромах не буду называть одной страны так скажу это когда три борта летают вокруг аэродрома в трех зонах и вдруг оказывается например в одно или на подходе к заходу на посадку и начинается там паника такая я вас не наблюдаю как-то наблюдать если дать 4 километра там диспетчера вы ожидаете пересечения через столько-то минут такого-то часа с таким-то портом следующим оттуда досюда то блин небо посмотрите какое оно огромное чтобы пересечься с каким-нибудь бортом это нужно тупо не смотреть вокруг это нужно вот пялиться там вот вот в эти приборы вот тоже до ту же скорость смотреть вот у меня были ученики которые на эту скорость смотрели вот я сейчас видите отпустил управление подними руки вот вот видите вот мы ручки то не вот они не управляем планером видите он летит сам прекрасно в принципе самолет так может хорошо тримированный и на вот эти приборы я смотрю только контрольные иногда у меня в основном все это визуально боковым зрением тангаж то есть положение планера пространстве то есть от тангажа зависит скорость то есть если она запущу сейчас ручка видите скорость начинает расти если надо по дыму скоро сейчас начнет падать ну и там чпунь вот кстати подойти посмотрите что будет тут планируете сам нос опустил стопор не свалился разогнался вы как разгоняется лихо а сейчас постепенно уменьшит скорость вот сейчас он будет качели час он принципе так и на петлю выйдет одним движением я его успокоил и отправил его дальше летать так вот меньше всего нужно пялиться на прибор и иногда контрольно там раз сколько-то смотреть скорости если по борту долбанул если что-то там врагу тряхнула первый первый взгляд пилот эта скорость потому что если нет скорости нет управляемости отдать ручку от себя и дальше разбираться что же случилось вот а и при этом постоянный взгляд наружу постоянный осмотр сектора куда мы будем поворачивать и так далее то есть осмотр воздушного пространства тогда видно всех и самолеты которые вокруг аэродрома летают и парапланы которые но здесь в альпах летает ну скажем так ну вот вот сегодня будет летать на тыщенка планилистов в округе я так думаю и пару тысяч мы сегодня сидячем про планилистов сегодня будет мистраль ну когда нормальная погода то еще летает раза в три больше там две-три тысячи парапланилистов которые расползаются по всем альпам и встречаются естественно восходящих потопах вместе где концентрируется энергия и тогда конечно вселенская глупость требовать от них общение с каким-нибудь диспетчером там бор такой-то доложите как вы с какой стороны вы собираетесь обгонять вот этот параплан согласитесь это маразм если бы ваш на дороге регулировали диспетчеры по перекрестку кто после кого по радио ну-ка давайте рассчитаемся кто бы после кого по радио значит будет так сказать разминаться понятно что это гротеск но ситуация часто и становится понятными доведенными до гротеска и вот этот контроль он естественно нужен в контролируем воздушном пространстве вот там наверху над нами где есть коридоры где летают большие самолеты с огромным количеством пассажиров и летают они с транспондерами транспондеры у нас есть то есть диспетчера их видят каждого из таких бортов бортов относительно немного но при этом ну или много диспетчера упакивается работа это адовая у меня друг летает диспетчер приезжает ко мне на две недельки полетать иногда играет волков самая адская работа в жизни вы выбрал огромная ответственность за все и вот в этом случае регулирования то нужно но при этом довольно часто случаются катастрофы когда диспетчера например от при отправляют борта друг на дружку и они сближаются вот известная катастрофа когда погибла куча детей столкнулись грузовой самолет и пассажирский по вине диспетчера и диспетчера кстати потом застрелил отец одного из одной из семей причиной семьи не осталось жена здесь не погибла и он решил что и человеку который виноват в этом во многом вину понятно винить легко но в той ситуации вроде как диспетчер действительно был виноват но и пилоты там видя уже работу системы предупреждения столкновений отработали по-разному неизвестно кто профессиональный не буду об этом случае много кстати есть у меня немножко разобраны видео почему не сталкиваются самолеты а сейчас просто сам принцип что это свобода гольф это свобода и лишь в отдельно взятых странах из этого пространства делают цирк ну кстати как и многое делают в виде цирка там даже вот иногда танки в цирке застревает ну вот неправильно то есть это неверное решение или убирайте гольф пишите это не гольф или просто тогда не заставляйте в гольф подавать заявку эту минуту вот такое лирическое отступление а свободу свою нужно уметь отстаивать то есть можно говорить ну вот там вот так всяк там этаж не мы это каким-то мне радьки и хиротики или кто-нибудь еще нам жить мешает еще чего-то но когда для этого ничего не делается даже хотя бы не то что не делается не оправдывается это не нужно оправдывать такие вещи не нужно оправдывать если их не оправдывать то постепенно лет через 100 а может 200 можно жить в стране которые разумные законы которые любые законы принимаются не так не здрасте завтра пожалуйста вам хотели там что-то сделать бац быстренько состряпали закончик поменяли можно всегда вспомнить сколько всего поменяли в недавнее время законы любые принимаются достаточно серьезным обсуждением и вниз бухты барахты и действительно обоснованы так что не оправдание это уже путь к хорошему разумному и счастливому государству в котором вот так можно встретить доброе утро начали за здравие но закончили тоже не за упокой за перспективку поэтому моим друзьям разных странах я желаю доброго утра сейчас загружу этот ролик до новых встреч глубоко уважаемые любители летных видов спорта до сейчас он затормозится и свалится оп сваливание как происходит и понесся к земле и вытянули